Как минтить NFT через смарт-контракт? Ну, для начала давайте разбираться, почему кто-то предпочитает минтить через контракт, да? Ну, самая основная причина это то, что сайт бывает лагает, перезагружается, в общем, кнопка минта недоступна, ну, либо не нажимается, в общем, множество каких-то лагов, глюков, и, ну, тупо сайт падает, и невозможно на него зайти. Вот, ну, как правило, это бывает у самых таких топовых NFT сейлов, где, скажем, ну, хочет зайти в эту коллекцию 100 тысяч человек, да, а supply 10 тысяч. Ну, для примера, я взял вообще абсолютно родомную коллекционку, которая нам подойдет. А именно почему подойдет? Потому что сейчас идет все же, так же сейл продолжается, то есть коллекция, ну, не очень популярная, то есть у нее достаточно небольшая аудитория, вот, и поэтому мы можем видеть, что сейчас из supply of 10 тысяч NFT у них заминчено меньше половины 4 тысячи, то есть еще 6 тысяч минтится сейчас, ну, прямо в данный момент. И мы плавно переходим к моменту, как же нам раздобыть наш контракт для того, чтобы заминтить через EtherScan. Если, допустим, состоялся пресейл, и уже на вторичке есть эти NFT-шки, да, на OpenSea, то здесь достаточно просто, ну, либо, как в данном случае, когда коллекция долго минтится, вот, ну, а сайт по какой-то причине, допустим, да, вот этот, он, ну, недоступен, не работает. Что мы делаем? Переходим в любую абсолютно NFT из данной коллекции. Ну, а как убедиться, что эта коллекция не фейковая, подлинная, я уже делал видео, можете посмотреть, вот, ну, и сверяем, в общем, смарт-контракты, если они есть в Дискорде, допустим. Далее, что мы делаем? Выбрали вот любую NFT-шку, которая уже есть, но мы хотим именно, допустим, заминтить с основного сайта, потому что, скажем, стадия пресейла, она закончилась, основной сайл еще не начался, но мы хотим уже заранее подготовиться. Что мы делаем? Переходим в Details этой NFT и жмем Contract Address. Нас сразу же перебрасывает на Ether Scan, вот, и мы здесь видим данные по контракту, но нас интересует вот этот вот раздел Tracker, потому что нам нужен именно токен коллекции. Перешли сюда, и что мы здесь видим? Мы видим, что сейчас максимальный сплай 4000 NFT, холдеров 1330 и трансферов 4325. Вот, здесь можно посмотреть информацию также, кто там что, поскольку заметил, да, в какое время, сколько часов назад, количество холдеров максимальное, кто, допустим, владеет самым большим, вот этот адрес владеет 18 NFT-шками, самым большим сплаем, ну, из этой коллекции. Вот, далее нас интересует раздел Contract, так как мы собираемся минтить через Contract, потому что, ну, если сайт не работает или лагает. Есть Read Contract, нам нужно в Write Contract, потому что, как бы, именно писать, то есть мы будем прописывать и совершать действия. Далее, как нажали Write Contract, Connect to Web3. Подключаемся к MetaMask. Вот, ну, здесь идет обычное подтверждение, подключение с двумя, опять же, транзакциями, ну, как бы, подписями. Вот, подключились, все. И далее мы смотрим на вот эти вот, ну, менюшки, блоки. Нас интересует раздел Mint, либо в данном случае это Public Mint. Жмем на него и видим, что здесь нам нужно указать количество эфира, то есть смотрим, да, но мы не вэллеры, допустим, мы просто на паблике, нам нужно, значит, указать 0,05 эфира. Мы указали 0,05 эфира и дальше Amount, это количество, то есть сколько мы хотим. Если мы бы захотели заметить две инфтишки, то, соответственно, здесь мы поставили 0,1 эфира. И далее жмем Write. Вот, что-то у меня сразу тут не сработало. В общем, ну, у вас должно здесь от красной перейти вот на Connect, то есть то, что вы подсоединены. Ну и, соответственно, все. Здесь уже получается как то же самое это будет на сайте, когда мы жмем кнопочку Mint. Ну и, собственно, все. Там жмем подтверждение. И как только у нас Transaction Confirmed будет надпись, это значит то, что инфтишка окажется в нашем кошельке и сделка совершена через смарт-контракт данной коллекции. Теперь, почему, допустим, вы нажали Write, да, и у вас транзакция зафейлилась, либо же там что-то написала. Это может быть в нескольких случаях. Первое, ну, во-первых, проверить, что вы законнектились, все там указали верно, то есть нашли верную кнопку. Первая причина отклонения транзакции, это может быть то, что уже произошел sold out по данной коллекции. Допустим, ну, вы все это пока разбирали, сделали, прошло там 3 минуты и уже sold out, то есть вы не успели купить. И второй момент, это когда еще, точнее, ну, вы получили контракт, да, то есть вы скопировали, все сделали, перешли на Etherscan, вот, но контракт еще не открыт для паблик Минта. То есть тоже такое есть понятие, как открытие контракта именно под Минт. Также стоит отметить, что бывает не только, допустим, две такие вот, да, ну, два пункта для заполнения, допустим, может быть вообще только одна, один пункт, то есть указываем только цену. Вот, либо же может быть, ну, такой более страшный контракт, когда нужно прописать аж сразу несколько пунктов, вот, куда мы закидываем деньги, ну, и так далее. Либо же может быть такая ситуация, например, как с коллекцией Coolpets от Coolcats. Давайте посмотрим, сможем ли мы, допустим, сейчас прямо заметить эти NFT-шки, да. Заходим также в контракт, ну, и сразу смотрим по коллекции, что сейчас Минт, как бы, ну, не завершен, потому что мы видим, что на OpenSea сейчас отображается всего 6000 NFT, а общий соплат 19999, то есть еще 13-14 тысяч NFT-шек нужно заметить будет пользователям. Вот, перешли в контракт, заходим в Coolpets, в токен, и обращаем сразу внимание, что здесь нету сейчас, да, ну, метода, то есть какая функция произведена, кнопки Минта, то есть слова Минта нету, это значит, что сейчас не Минт по какой-то причине, да, эти NFT-шки. Ну, и давайте заглянем в контракт, допустим, мы хотим сейчас все же купить эту NFT, и перейдя во Write Contract, мы увидим, что, ну, кнопочки Минта нету, вот, есть, мы видим Post Claim, то есть Claim стоит на паузе. Ну, вот, собственно, и все, то есть, ну, понятно, что это не так круто выглядит, красиво, как когда мы Минтим на сайте, нажимаем кнопочку Минт, и все, у нас там все само делается через MetaMask, здесь нужно куда-то заходить, да, читать контракт, заходить в Public Mint, что-то нажимать дополнительно, и, ну, многие пугаются, что, а вдруг я сейчас заплачу, а меня потом, ну, мне NFT-шка не придет, как быть, да, вот, но здесь, на самом деле, самое главное, самый главный момент – это узнать именно контракт, адрес контракта, да, если вы узнали, если он достоверный, то уже проблем не будет, потому что, ну, здесь, если возник какие-то вопросы, допустим, там, что, например, указать в этом поле, да, это просто уже можно спросить в чате, там, где-то, да, ну, либо самим догадаться, потому что, по сути, ничего сложного нету, вот, и заплатить нужную необходимую сумму, которая стоит на Public Mint, ну, либо там на Presale, если даже и там ажиотаж большой, либо сайт лагает, и просто нажать кнопочку Write, то есть, условно, заминтить через контракт. Как-то так, надеюсь, раскрыл данную тему. Надеюсь, было полезно. Подписывайся на мой Telegram-канал, на мой Twitter, заглядывай на коллекцию 99duts, и до новых встреч!